Расходы людей после повышения цены на газ существенно вырастут. Они ждут от правительства компенсации на оплату голубого топлива. Мы с надеждой, а будет ли оно компенсироваться или нет, это еще неизвестно. Конечно, ждем, это же проблема номер один, тепло. Я лично не жду, потому что мне больше двух тысяч, мне не дадут. А у кого меньше? Желательно, чтобы им дали. Мы смотрим тоже новости, смотрим, там говорят, что будут какие-то компенсации, но, к сожалению, все равно думаю, что мы с этими проблемами не исправимся, потому что очень, смотри, какие цены, все поднялось, все это. Не ждем хорошего. Как не ждать, на носу зима как-то нужно. Есть разные обстоятельства у людей. Есть, которые имеют зарплату, есть без зарплаты, без работы, без зарплаты. Это же как-то нужно решать. Это большая проблема, думаю, для всех. Я как пенсионер жду, и я думаю, что это будут компенсации какие-то, потому что, ну, пока я не знаю, кому верить с этими ценами. Подождем окончательно. Мы не можем разбираться, что такое НРЭ, хапуги какие-то, или они устанавливают цены. Не можем понять, что за секреты еще они держат при себе так. Конечно, ждем, как не ждем, потому что со мной пенсия нельзя жить. Уже пенсию, еще инвалид ребенок имею. Люди рады, что контракт на газ подписан и энергетический кризис разрешен. Спасибо только за то, что они действительно создали этот контракт какими-то усилиями. Все-таки создали. Я сам русский человек. Я очень хочу, чтобы Молдавия дружила с Советским Союзом. Почему? Потому что я сейчас красноречиво выскажусь. В России 4 тысячи с половиной километров есть запасы. Там и уголь, и газ, и то. Нам нужно вот так, с Россией. Поставки газа в Молдову по новому контракту начались с 1 ноября. Стороны достигли основной договоренности по формуле цены аудиту долга, образовавшегося в компании «Молдова-Газ». В дальнейшем предстоит установить график платежей. Была одобрена формула расчета цены, предложенной молдавской стороной, основанная на соотношении рыночной цены на газ и нефть. «Исходя из нынешних рыночных цен, могу сказать, что за ноябрь цена на газ будет примерно 450 долларов за тысячу кубометров. Затем цена будет падать в декабре в зависимости от цены на газ на биржах. И цена может быть 400 долларов за тысячу кубометров. В нынешних условиях эта цена вдвое ниже рыночной и ниже той, что мы платили в октябре. Цена на газ для потребителей обязательно вырастет по причине изменения курса валют в том числе». Эксперт в сфере энергетики Сергей Тафилат считает, что стоимость газа, как и раньше, будет включён НДС в 8%, чтобы уменьшить расходы людей. При оплате счетов за газ правительство должно разработать компенсации для малоимущих слоёв населения. «Правительству нужно предоставить компенсации нуждающимся. Кто будет больше всего получать выгоду от обмена НДС? Большие потребители, то есть богатые потребители. Им компенсации не нужны. Если там, условно говоря, семья пенсионеров потребляет 50 кубов, для них 8% НДС – это копейки. А если есть там, условно говоря, богатая семья с трёхэтажным домом и потребляет 500 тысяч кубов, для них это субвенция значительно больше». Согласно контракту, предстоит выплатить исторический долг перед «Газпрумом». По словам экспертов в сфере энергетики Сергея Тафилата, этот долг не должен отразиться на потребителях. Исторический долг по «Газу» будет погашен после проведения независимого аудита в компании «Молдова-Газ». Майя Садович, Татьяна Ставилова, Сергей Георгиев, Мария Казаку, ГРТ Новости.